ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Введение более сурового наказания за излишнюю тонировку автомобильных стекол отложено на неопределенный срок. Соответствующий законопроект, напомню, был принят Госдумой в первом чтении в конце прошлого года. Он предусматривает увеличение штрафа с 500 до 1500 рублей. Повторное нарушение оценивается в 5000. Следующее чтение состоится тогда, сообщают СМИ, когда будет назначен новый руководитель ГИБДД. Кстати, сейчас в некоторых регионах любителей глухой тонировки при повторном нарушении отправляют под арест. ТРАССА СТО ОДИН Все больше россиян отказываются платить транспортный налог. Если в начале 2014 года недоимка по этому виду сбора, по данным Федеральной налоговой службы, составляла 57 миллиардов рублей, то к концу 2015-го она достигла почти 100 миллиардов. Специалисты объясняют это увеличением расходов граждан и организаций на содержание автомобилей. Власти же заявляют о появлении новых мер борьбы с должниками. ТРАССА СТО ОДИН Министерство юстиции разрешило выпускникам автошкол сдавать практический экзамен на автодроме образовательной организации, если таково имеется. При этом площадка должна соответствовать всем требованиям, например, по площади не менее 24 соток. Также кандидатам в водители теперь позволено проходить испытания на машинах для учебной езды, к которым они привыкли. Центральный банк предложил увеличить с 5 до 14 дней срок, в течение которого автомобилист может отказаться от дополнительной страховки при заключении договора ОСАГО и вернуть деньги. Новшество может вступить в силу с января следующего года. ЦБ считает, что так называемый период охлаждения, действующий уже почти год, хорошо себя зарекомендовал, что заметно по существенному снижению жалоб на навязывание допуслуг. ТРАССА 101 Хонда CR-V нового пятого поколения будет стоить в нашей стране минимум 2 миллиона 109 тысяч 900 рублей. Продажи начнутся в июле. Кроссовер получил бензиновые моторы объемом 2 и 2,4 литра, мощностью 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Базовая комплектация подразумевает наличие следующих опций. Светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, системы бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, системы помощи при маневрировании, подъеме, торможении и так далее. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова